В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Я прививки не боюсь. Более 14 тысяч саровчан вакцинировалось от COVID-19. Болезнь, меняющая жизнь. 11 июня отмечают Общероссийский день рассеянного склероза. Всем и Пушкину родни. В молодежном библиотечно-информационном центре состоялся открытый микрофон. Далее расскажем обо всем подробно. В Саров поступила вакцина Epivac. Об этом сообщила заместитель главного врача КБ-50 Вера Маслова. Теперь саровчане могут выбрать, каким препаратом привиться. При этом людям, которые относятся к группам риска, врачи рекомендуют выбирать спутник ВИМ. Защищает ли это вакцина от британского, африканского и других штаммов коронавируса? Нужно ли прививаться тем, кто переболел? И на какой период вакцина дает защиту? Расскажем далее. Головные боли – снижение концентрации внимания, снижение памяти. Это частые симптомы постковидного синдрома. Научные исследования доказывают, что все три вакцины, зарегистрированные в России, дают стопроцентную гарантию от тяжелых форм новой коронавирусной инфекции. Ради своих близких, ради своего окружения, а в первую очередь, чтобы наконец-то побороть эту инфекцию, чтобы достичь коллективного иммунитета и добиться снятия ограничений, о которых сейчас очень много говорится, мы должны проявить свою социальную активность. Доказано, что вакцина дает иммунную защиту на год. По результатам последних исследований вакцина может давать иммунный ответ до двух лет. Спутник ВИИ также защищает от мутировавших штаммов новой коронавирусной инфекции, в том числе британского и африканского. На сегодняшний день нет никаких научных доказательств о том, что вакцина спутник ВИИ, либо какая другая вакцина, зарегистрированная в Российской Федерации, влияет на геном человека и на фертильность. Поэтому женщина, которая планирует беременность, может спокойно привиться вакциной спутником ВИИ и планирует беременность через полтора-два месяца. Беременных женщин и кормящих матерей не вакцинируют. У людей, которые перенесли COVID-19, формируется естественный иммунитет, но он недолгосрочный. Вакцинироваться можно через шесть месяцев после выздоровления. По желанию, перед прививкой можно сдать анализ крови на наличие защитных антител. Мы считаем, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, должны вакцинироваться. Обязательно. Потому что во всей стране известны случаи реинфекции. И, как показывает практика, если пациент заболевает повторно COVID-19, то переносит заболевание в более тяжелой форме. Вакцинация спутником ВИИ проходит в два этапа. После первой дозы формируется частичный иммунитет. Для его укрепления вводится вторая доза. Наибольшая концентрация антител в крови происходит на 42-й день после введения первой дозы вакцины. Всего в городе привилось около 14 тысяч саровчан. Я считаю, что нужно сделать прививку от коронавируса. Вне зависимости, болели или нет, какое время прошло. Я считаю, что важно делать прививку. Я вот всю жизнь делаю. Вот я один раз работала, не сделала прививку от гриппа и болела. Вот почти как сейчас с ковидом. Обязательно нужно делать прививку. Я маму кормлю ребенка, поэтому я не делаю прививку. Но у меня муж военнослужащий, он обязательно сделал прививку от коронавируса. На прививку можно записаться на портале пациента, позвонить в колл-центр первой поликлиники по телефону 95511, поликлиники номер 2 95577, телефон прививочного кабинета 95549. Слабость в ногах или частые головокружения могут быть симптомами рассеянного склероза, аутоиммунного заболевания нервной системы, которое способно привести к полному параличу и слепоте. В России его до сих пор путают со старческой деменцией, но ему подвержены и молодые люди, и дети. 11 июня отмечают Общероссийский день рассеянного склероза. Рассеянный склероз – это хроническое, рецидивирующее, неизлечимое заболевание. У больных поражается центральная нервная система, головной мозг, реже спиной. При рассеянном склерозе происходит разрушение миелина. Это нарушает передачу нервных сигналов, вызывая самые разнообразные симптомы. Вначале рассеянный склероз может маскироваться под другую болезнь. В большинстве случаев возникают зрительные нарушения, человек начинает лечиться у окулиста. Там ставят им ретро-бульбарный неврит, они долго лечат, лечат, он не подается лечению. Потом вроде бы все это стихает, и наступает пункт вторая волна, уже проявление есть. У этих людей либо снижается резкое зрение, она пропадает на какой-то промежуток времени короткий, либо какая-то пелена, туман перед глазами, либо человек смотрит, и он не видит половину предмета. Например, он смотрит на человека, он видит часть человека, вторую часть он не видит. Или человек на какой-то предмет, какие-то пятна начинают мелькать перед глазами, звездочки. Может возникнуть анимение каких-то частей тела, какое-то время длится, затем проходит. У кого-то начинается все с головокружения, шаткости, походки. Больные обращаются к неврологу, их направляют на МРТ, где выявляют множественные очаги демиализации. Для окончательной постановки диагноза пациентов направляют в Нижний Новгород. Рассейный склероз – распространенное заболевание. На протяжении последних 10 лет количество больных увеличивается. Связано это в том числе и с тем, что стало выше выявляемость, усовершенствовали методы диагностики. В Сарове на диспансерном учете состоят 92 человека. При этом по стандартам 70 человек на 100 тысяч населения – это уже много. Заболевание, к сожалению, поражает людей такого молодого, трудоспособного возраста. Раньше считалось, что где-то с 15 до 50 лет. Сейчас эти рамки изменились. Сейчас уже считается с 10 до 49 лет. У более молодых людей болезнь протекает легче. В основном это ремитирующее течение. Если же рассеянный склероз возникает в старшем возрасте, после 50, то чаще всего проходит более агрессивно. В течение 10 лет человек становится глубоким инвалидом, не может себя обслуживать. До сих пор причины возникновения рассеянного склероза не ясны. Тем не менее, медицина продвинулась вперед. И хотя способов полного излечения еще не нашли, за последние несколько лет появилось немало препаратов и иммуномодуляторов, которые помогают при симптоматическом лечении. Существует множество препаратов. Есть препараты, которые сейчас делают раз в полгода. Есть препараты, которые вводятся раз в месяц. Ну, такие же препараты, которые раз в неделю есть, которые через день делаются. Ну и все-таки есть еще, которые каждый день. В настоящее время появились еще таргетированные препараты, что очень важно такое, что без болезней-то все принимается. Модуляторы, понимаете, они как бы скрашивают картину течения рассеянного склероза. Пациенты, стоящие на учете, для контроля состояния приходят к неврологу два раза в год. А раз в год им делает МРТ с контрастом. Если больные будут вести здоровый образ жизни, выполнять физические упражнения, регулярно наблюдаться у врачей и принимать препараты, то у многих из них, даже специалисты, визуально не смогут определить рассеянный склероз. Внешне это обычные люди. Ремиссия может длиться и 10, и 15 лет. А раньше инвалидность наступала через 3-5 лет. Сейчас женщинам с рассеянным склерозом не запрещают рожать, как это было раньше. Главное – вовремя обратиться к врачу. В Сарове продолжается рост числа заболевших. COVID-19 за неделю зарегистрировали 42 новых случаи. Это максимум с начала марта. Медики призывают горожан не пренебрегать вакцинации и соблюдать меры профилактики. В том числе носить маски в общественных местах и транспорте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Многодетные семьи могут получить от государства по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. На соответствующую программу правительство дополнительно выделило 27 миллиардов рублей. Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Льготная программа семейной ипотеки позволяет взять ипотеку в новостройки или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Заемщик, его супруг и дети должны быть гражданами России. Кабинет министров удвоит средства программы детского туристического кэшбэка, чтобы вернуть часть расходов родителям, которые купили путевки до старта программы. С инициативой возмещать до половины стоимости летних детских путевок в лагеря президент Владимир Путин выступил в послании Федеральному собранию. Кабинет министров ранее профинансировал программу на 5 миллиардов рублей. Но возник вопрос, как быть тем родителям, кто успел оплатить отдых до того, как стало известно о предложении главы государства. Многие начали сдавать путевки, чтобы потом приобрести новые уже с кэшбэком. Под угрозой оказались первые летние смены. Президент поручил правительству не делать исключений, а компенсировать часть затрат всем. Теперь Кабмин направит в программу дополнительно 4,5 миллиарда рублей. Семьи с детьми, путешествуя по России на поездах дальнего следования, смогут пользоваться льготными билетами. Правило субсидирования тарифов утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Льготы будут распространяться на поездки в купейных вагонах, в поездах дальнего следования всех категорий и любых направлений. Билеты со скидкой смогут приобретать семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет. Для расчета льготного тарифа будут применять специальную формулу. Разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. На компенсацию льготного тарифа в 2021 году потребуется более 1 миллиарда рублей. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Открытый микрофон прошел в Мбит. Традиционный праздник поэзии проводится ежегодно в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Организаторы мероприятия предоставили посетителям открытый микрофон. Каждый мог почитать как любимые произведения знаменитых поэтов, так и стихи собственного сочинения. Подробности в следующем репортаже. В Пушкинские дни России по традиции проводятся разнообразные поэтические вечера, встречи и марафоны. В Молодежном библиотечно-информационном центре в этом году решили провести праздник поэзии «Мы все по Пушкину родня». По задумке организаторов, это мероприятие не только открывает сезон летнего чтения, но и дарит возможность делиться своим творчеством. Сделали открытый микрофон, в который люди будут делиться своими поэтическими шедеврами, будут читать стихи известных, неизвестных авторов. Хотим, чтобы звучало много стихов, хороших, разных, и делились бы люди своими поэтическими шедеврами. Участники праздника поэзии не были ограничены в формате и темах. Они прочитали не только узнаваемые всеми стихи великого классика, но и поделились со слушателями личными переживаниями в стихах собственного сочинения. По словам Светланы Каримовой, такие встречи не только приносят эстетическое удовольствие, но и вдохновляют на новые творческие проекты. Они такие яркие. Каждый человек – это просто салют, фейерверк эмоций, образов, которые у тебя самой не родятся никогда в жизни. И ты подпитываешься, подпитываешься, и потом вот выходишь, вот я выхожу просто напитанная, окрыленная новыми идеями, мыслями. Я знаю, что я никогда, может быть, и не напишу на эти темы, не использую эти образы, но они все у меня в копилочку оседают на подсознании. По словам участников, открытый микрофон – такой формат, где о себе может заявить каждый, кто думает и живет рифмой. Независимо от того, какие стихи звучали из уст поэтов, каждый из них продемонстрировал свой узнаваемый авторский стиль. Во-первых, люди – профессионалы. Это первое, что меня там привлекает. И я могу узнать для себя что-то много нового, интересного. А потом, вы знаете, вот жизнь, она такая же штука загруженная. И когда ты приходишь, и вдруг тебе читают стихи свои, свои авторские, либо других каких-то авторов, и ты находишься как бы вот на волне событий, понимаешь, что происходит в мире, и что культура, поэзия, проза – они не умерли, они живут. На импровизированной сцене перед открытым микрофоном выступили более десяти любителей классической и современной поэзии. 85 лет назад была основана киностудия «Союзмультфильм». Клуб «Мечта» провел для юных саровчан квест, посвященный этому событию. Ребята участвовали в различных конкурсах, отгадывали загадки и встретились с героями любимых сказок. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. День рождения киностудии «Союзмультфильм» клуб «Мечта» отметил мультиквестом во дворе по улице Московской, 25. Все желающие ребята смогли окунуться в мир сказок и встретиться с любимыми героями. Весело и задорно дети перебегали от станции к станции и выполняли задания. Дети искали вещи, которые были необходимы героям из мультфильмов. Собственно, позже они их возвращали. Взамен получали какую-то вещь, которая необходима другому герою, и также часть золотого ключика. В конце квеста ребята собирали этот золотой ключик и открывали им волшебный сундучок, в котором лежали конфеты. На квесте было пять станций. Ребята решали ребусы, отгадывали загадки и музыку из мультфильмов, бегали на веселых стартах. Такой летний досуг не только интересен для детей, но и развивает смекалку, ловкость и умение работать в команде. Вовлечение подростков, привлечение их к активному образу жизни и к активной жизненной позиции, помогать другим, помогать младшим, организовывать тот же досуг, быть лидерами, развивать свои творческие способности, лидерские способности, личностные качества. Полина Шаркова уже пятый год активист клуба «Мечта». Девушка принимает участие в различных мероприятиях, помогает в организации праздников и игр. В качестве аниматора Полина два года. Мне очень интересен сам процесс, как это, собственно, все организовывать, искать материал, к этому готовиться, потому что, на самом деле, это очень интересно, ты узнаешь много нового, и, собственно, так ты доставляешь радости детям. В течение всего лета, по четвергам, клуб «Мечта» проводит мероприятия различного формата на территории двора. Также с понедельника по пятницу в клубе проходят активные игры и спортивные соревнования. К участию приглашаются все желающие. Мероприятие для лиц старше шести лет. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова